В Ульяновской области продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов. Очередь дошла и до села Красная река Старомайнского района. Пока что краснореченцы посещают старый ФАП. Он просторный, оборудованный, но холодный. Отопить большое здание сложно, да и из крана течет только холодная вода. Население у нас огромное количество. У меня детей от 0 до 14 лет, 174 человека. Три беременных. В этом году родилось шесть детей. Значит, в этом помещении у нас очень холодно. Ждем новый медпункт. Там будет очень тепло. Газовое топление, теплая вода. Ну, все условия для работы. Медучреждения особенно популярны у старшего поколения. Наталья Ломакаева часто приходит на прием к фельдшеру, потому что не все процедуры можно делать дома самой. И под присмотром специалиста жить спокойнее. Хожу я, конечно, давление мерить. У меня давление иногда, сказать, что отхожу. Это давление мерить, температуру. Это сахар. Это нас даю. И вот за таблетками. Местным жителям сложно добираться до районной больницы. Если портится самочувствие или же нужна консультация, краснореченцы отправляются в ФАП. Не у каждого теперь и техника, чтобы нам в район, в Майну добраться. Потому что сейчас посторонние не сажают. А дети, может, и есть машина, но не работают. Они не могут нас тоже доставить туда, чтобы вовремя куда-то к врачу чего. Новое здание почти готово. Подрядчики доделывают ремонт. Коммуникации уже проведены. Осталось довести до ума помещение и закупить мебель. ФАП планирует открыть в январе. В данном фельдшерском акушерском пункте работает заведующий ФАП «Фельдшер». На данный момент пока только одна. У нас планируется трудоустроить еще одного медицинского работника. В следующем году кандидатура уже утверждена Министерством здравоохранения. В 2020 году в Ульяновской области построен один офис врача общей практики и шесть фельдшерско-акушерских пунктов. В 2021 году началось строительство 15 ФАПов, 10 из которых уже готовы. Строительство остальных завершится в начале 2022 года. Виктория Черкова, Сергей Кудаков. Улправда ТВ.